Боевики ЛНР не прекращают обстрелы поселка. Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин привез на передовую новое обмундирование. В городе Счастье служба безопасности Украины совместно с милицией предотвратили теракт. О ситуации на линии разграничения информация спикера АТО в Луганской области. Батальон патрульной милиции особого назначения прибыл в Беловодский район для ликвидации контрабандного перемещения грузов. В очередной раз боевики обстреляли поселок Новотошковское. Под огонь попали жилые массивы и объекты инфраструктуры. Разрушена водонапорная башня, выбиты стекла и разбиты крыши. Таковы последствия обстрела боевиками поселка Новотошковское. По словам местных жителей, огонь велся со стороны оккупированного террористами города Кировска. Дом побило, стекла побило на доме, шифер тоже немножко побило, повредил. Ну и я была в хате, слушала телевизор. Здесь слышу, как бахнуло, сразу выключила телевизор и упала на пол. А потом она еще больше стала бахкать. Я полезла в погреб, услышала, что где-то посыпались стекла. Два выстрела из Птура и 12 минометных залпов. Такое количество зарядов насчитали жители поселка. По их словам, противотанковыми ракетами была расстреляна водонапорная башня, а мины легли на частный сектор. И только чудом нет погибших среди мирного населения. Ну если бы не вот тот тополь, он у нас большой стоит, вот тот. Оно, не думайте спылять, оно зацепилось, а там мина или что, я не знаю. Что до нас только осколки. Но если бы мина стоять, у нас бы крыша слетела. Как рассказывает руководитель Новотошковской военно-гражданской администрации Сергей Шакун, обстрел ввелся целенаправленно по той территории, где проводятся ремонтные работы. Боевики били по тому жилому массиву, где войсково-цивильная администрация начала восстановление, разрушенное в ходе боевых действий, домов, школы. Также в поселке были повреждены три линии электропередач, вследствие чего часть его оказалась обесточенной. После оперативного вмешательства руководства военно-гражданской администрации подача электроэнергии восстановлена. Новое обмундирование получили пожарно-спасательные части, расположенные на передовой. 50 комплектов одежды и 23 награды привез в счастье из станицы Луганскую глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Комплекты обмундирования, защитная куртка, каска, штаны, обувь, компрессоры пришли к гуманитарным конвоям из Германии. Обмундирование и оборудование на линии фронта ждали уже давно. Большое спасибо за пожарные рукава, потому как в связи со всеми боевыми действиями мы очень много потеряли рукавов, пробитые свищи, поэтому у нас очень большой дефицит. 23 спасателя были отмечены за заслуги на передовой. Очень приятно, что руководство нашей службы не забывает про нас, отмечая такими большими правительственными наградами. Награды вручали прямо на передовой. Я их вважаю просто героями. Чому? Потому что на фоне того, что в Украине продолжается война, на фоне того, что экономика не работает так, как всем хотелось бы, на фоне того, что желающих обсяг в государственный бюджет не имеет, все равно работники государственной службы в Украине из-за независимых ситуаций свои обовязки выполняют с честью. Пользуясь присутствием киевского начальства, спасатели озвучили не менее важный, чем обмундирование проблемы. Устаревшие машины, возможность официальной подработки, уровень зарплаты, ремонт рабочих помещений. В счастье, Служба безопасности Украины совместно с милицией предотвратили теракт. Боевики 9 раз нарушили требования режима прекращения огня. А в Луганске высокие цены на овощи и фрукты. Подробнее об этом смотрите в нашем обзоре. Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство в подвальном помещении многоквартирного жилого дома «В счастье». Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Бомба состояла из двух соединенных противотанковых мин, тротиловой шашки и детонаторов. Общий вес взрывчатого вещества составлял 14 килограмм. Бомба находилась в боевом состоянии. Сотрудники СБУ и милиция срочно организовали эвакуацию жителей дома. Военные пиротехники обезвредили изъятые мины на полигоне за пределами города. Другие составляющие взрывного устройства направлены на экспертизу. По данному факту, следователям СБУ открыто уголовное производство. В организации преступления против мирных людей подозреваются представители диверсионного центра незаконных вооруженных формирований, так называемой ЛНР. Боевики продолжают вести разведку беспилотными летательными аппаратами позиций наших военных. За последние сутки было зафиксировано 14 пролетов. В результате наемники самопровозглашенной ЛНР всю ночь обстреливали не только позиции украинских солдат, но и мирные населенные пункты Луганщины. Ранен один солдат, говорит спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук. По станице Луганской были за ГС-17 и ДШК. А наследок устрела утрапилось займание будивли по улице Лермонтова. До приемального отделения Новоядарского районного территориального медичного объединения доставлено военнослужащего службы Украины 1990-го народжения у родственника Миколаевщины. Диагнозом вогнепальное поранение правого стегна. В Луганске высокие цены на овощи и фрукты. Об этом передают Донбасс комментарии. В частности, по словам местных жителей, на рынке цена картофеля от 12 гривен за килограмм, помидоры от 20 до 35 гривен, огурцы по 16 гривен, морковь 25-30 гривен, лук от 15, а слива по 40 гривен за килограмм. В станице Луганской, которая находится под контролем Украины и постоянно обстреливается боевиками, цены в 2-4 раза дешевле, говорится на сайте. Так, огурцы стоят 2 гривны, помидоры, картофель и лук – 5 гривен за килограмм. Что касается цен на куриные акарака, то в Луганске их можно купить от 60 гривен, а филе – от 80 гривен за килограмм. Ну и это еще не все. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Батальон патрульной милиции особого назначения прибыл в Беловодский район для ликвидации контрабандного перемещения грузов. На внеочередной сессии в рубежном депутаты городского совета обязали «Горводоканал» пересмотреть тарифы на воду. С отдыха на Буковине вернулись 30 детей из станично-луганского района. В годовщине освобождения Сверодонецк украсили украинским орнаментом. В приграничных районах Луганской области процветает контрабанда. Жители поселков и сел, соседствующих с Российской Федерацией, незаконно переправляют на подконтрольную Украине территорию сигареты, алкоголь и горюче-смазочные материалы. Как местные власти правоохранители батальона «Луганска-1» борются с контрабандой – далее в сюжете. От Беловодска до оккупированной территории 90 километров, а до России всего 15. Такое расположение привлекает транзитеров в запрещенных товарах, говорит председатель Беловодской райгосадминистрации Андрей Грачев. Мы сегодня завернули, которые ехали и везли водку на Станицу. У нас есть распоряжение АТЦ, центра АТО, у нас есть распоряжение губернатора по поводу запрета продажи алкогольных напитков в Станично-Луганском районе. Ну и есть здравый смысл, в конце концов. Вот если в село, где население 300 человек везут фуру водки, ну мы понимаем, куда ее везут. Там столько не выпьют. Систему по устранению контрабанды из России в Украину разработали несколько месяцев назад. Для усиления блокпостов направили батальон патрульной милиции особого назначения. Как раз головы Держадминистрации Беловодского района. Мы приехали сюда на отпрацение как раз по переходу контрабандных вещей. Это алкоголь, это тютюновые выборы, выруби, которые идут на Станицу-Луганску, власно через место Беловодский район. Также мы идем отопрацение власно кордону между Российской Федерацией на предмет контрабандных переходов туда-сюда. Грузовик с контрабандой правоохранители остановили на выезде из Беловодска. Загруженная машина вызвала подозрения. Стоимость товара по накладной всего 65 тысяч. Все случаи контрабанды на подконтрольной украинной территории Луганской области вносятся в единый реестр досудебных расследований. А предприниматели лишают лицензии на торговлю. На внеочередной сессии в рубежном депутаты городского совета обязали Гороводоканал пересмотреть тарифы на воду. Они проанализировали выводы специально созданной рабочей группы и подтвердили – расчет стоимости услуги завышен. Итоги работы группы таковы. Введенные коммунальным предприятием в мае тариф в размере 18 гривен за кубометр воды завышен. Об этом говорят и депутаты городского совета. По их мнению, коммунальщики ввели в заблуждение НКРЕ, представив документы с расчетами, которые не соответствуют действительности. НКРЕ в 2014 году пишет акт, что из 30 скважин 25 не имеет водяных счетчиков. Предприятие говорит, что у него почти миллион кубов потери воды. Непонятно, как они тогда посчитаны. Счетчиков нет, они говорят, что у них миллион кубов потери воды. По мнению членов рабочей группы, почти по всем пунктам имеются неточности в поданных на рассмотрение НКРЕ расчетах. Не соответствует заявленной протяжность трудопроводов, неправильно указаны материалы, из которых сделаны водоводы, завышен диаметр труб. В соответствии с законодательством такой расчет подлежит пересмотру. Если находим мы больше 5% несоответствия данных или занижены или завышены объемы, то и предприятие имеет право, и точно так НКРЕ имеет право на основании этого пересмотреть данную постановку. Мы нашли от 15 до 35% несоответствия. Нужно четко понимать, что у нас происходит. Сколько воды втекает, сколько вытекает, где она расходуется, на что идут потери, как их локализовать. Реально тариф можно считать и выдать его жителям города тогда, когда мы будем четко видеть. Вот как действительно, ведро воды мы выкачали с земли, ведро воды ушло в канализацию. Депутаты приняли решение обязать коммунальщиков предоставить на очередную сессию городского совета обоснованный тариф. По их словам, стоимость услуги по новому расчету должна варьироваться от 12 до 14 гривен за один кубометр воды. С отдыха на Буковине вернулись 30 детей из Танично-Луганского района. 21 день они провели весело и насыщенно. На железнодорожном вокзале города Рубежная их встречала наша съемочная группа. Поезд Киев-Лисичанск останавливается у перона. Детей из Танично-Луганского района узнать легко. По фирменным футболкам, улыбчивым лицам и сувенирам, которые они привезли на Луганщину с Буковины. Девчонки и мальчишки охотно делятся впечатлениями. По их словам, скучать не пришлось. Были в Хатинской крепости, были в монастыре, гуляли по городу, были на ярмарке. Вот, все очень понравилось. Запомнилось ребятам доброе отношение к ним местных жителей. История кровожадных бандеровцев, которыми их пугали перед отъездом, говорят, к счастью, не подтвердились. На Западе живут такие же люди, такие же добрые, отзывчивые, как и здесь. Ребята с гордостью показывают и подаренные буковинцами сувениры. Эти подарки нам сделала черная сотня. Каждому из детей подарили по такой булаве. Всем очень понравилось, всем очень благодарны. И мы будем помятать, что для нас сделали. И этот подарок. Власти Станично-Луганского района говорят, что родители отпускали детей на Западную Украину с опаской. Но уже через несколько дней поняли, что зря волновались. Дети в социальных сетях на второй, на третий день начали такой врос фотографий и свое мнение о Западной Украине, что на сегодняшний день, вот когда мы формировали группу, то последние дни практически был поток желающих. Но, к сожалению, ограничены возможности и самого лагеря. В этот же день на второй поток выезжали еще 30 детей из Станично-Луганского района. Говорят, ждали эту поездку как никогда. Никуда не уезжали, постоянно сидели дома, ну как бы было скучно, постоянно стреляли, было страшно. А сейчас хоть куда-нибудь выехали, хоть много чего увидим. Вот, очень приятно. Из социальных сетей ребята уже узнали, что принимали их ровесников на Западной Украине очень по-доброму. Поэтому к поездке подготовились основательно. Они везут буковинцам каравай и подарки. А на корпусе, где будут жить, говорят, даже повесят свой флаг, чтобы все знали, что они станичане, тоже жители Украины. Перед поездкой ребята получили последнее напутствие. Набирайтесь сил, набирайтесь новых друзей, потому что те связи, которые вы заведете сегодня, они вам пригодятся в жизни. И самое главное, чтобы вы приехали здоровыми, правильно, без травм и свежими новых впечатлений. И надеюсь, что у нас, когда вы приедете, у нас уже будет мир. Хорошей дороги вам. А пока ребята получают последнее наставление перед долгой дорогой, те, кто уже приехал с отдыха, прощаются друг с другом и своими вожатыми. В воскресенье в Северодонецке состоялась патриотическая акция ко дню освобождения города. На бетонной блоке, которая установлена на площади напротив здания горосполкома, активисты нанесли украинский орнамент. Организовали акцию сотрудники кризисного медиа-центра «Северский Донец» и активисты Украинской миротворческой школы. Главная цель – украсить город ко дню освобождения от незаконных вооруженных формирований. Когда активисты выбрали, куда нанести узоры, то обнаружили, что площадь окружает 24 бетонные перегородки по количеству областей в Украине. Поэтому решили украшать плиты орнаментом, исторически присущим каждой из областей. На работу активистов ушло несколько часов, но все 24 блока разрисовать не успели, продолжили на следующий день. И о погоде на 21 июля в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью и днем – кратковременный дождь, утром – сильные, местами гроза и шквалы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный – 7-12 метров в секунду. Утром и днем – порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем – 22-27 градусов тепла. В Северодонецке температура ночью 17-19 градусов, днем – 24-26 градусов тепла. В Луганске температура ночью плюс 18-20 градусов, днем – 25-27 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ніколи не знаєш, чиє життя перевернеться наступної миті. Можливо, чуже. А можливо, твоє. Ми багатодітна родина. Діти ростуть, сім'я, витрати. Я займаюся дітьми. Працює тільки чоловік. Нові тарифи, кажуть, подайте на субсидію. У нас є дача, у нас є машина. Можливо, нам її не дадуть. Єдиним критерієм для призначення субсидій є дохід вашої родини. Наявність машини чи іншого майна не дає підстави відмовити вам у субсидії. Лікарня, школа, дороги. Що обрати, коли не вистачає грошей? Децентралізація? Шлях, яким пройшла вся Європа? Настав час обирати або зміни, які рухатимуть країну вперед? Або бездіяльність, яка залишить нас у злиднях? Щоб змінити систему, країна має змінитися зсередини. Щоб довести реформи до кінця, потрібна оновлена Конституція. Перший крок вже зроблено. Фінансова децентралізація наповнила місцеві бюджети. Наступний крок. Потужні громади. Самостійні, ефективні, здатні подбати про себе. Школи, які дозволяють вступати до інститутів. Лікарні, які виліковують. Дороги, по яких можна їздити. Довідки за лічені хвилини. У новій Конституції президент віддає владні повноваження територіальним громадам, щоб наблизити Україну до Європи. Децентралізація – це майбутнє України. Це влада на відстані витягнутиї руки. Новости Луганської області. Любі мої передачі і нові проєкти. Ми знову з вами. Радиопульс. Телеканал ЛОД. 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 ЛГ. ВІ.